Почему кто-то за один год изучает испанский до свободного владения, а кто-то учит его 10 лет и остается на базовом уровне? Одна из главных причин – это грамотно подобранная языковая школа и правильно выстроенный план переезда. Готовы к следующему шагу на пути к вашей цели? Я, Карина Вальчук, ведущий специалист агентства по делам иностранца в Испании How to Spain. Пиши по контактам, которые ты видишь на экране, и я помогу тебе составить личный план переезда и подобрать языковой курс по твоей цели. Если ты хочешь стать студентом в Испании и сделать это бесплатно, обращайся к нам, мы с радостью тебе поможем и подскажем. В этом видео вы узнаете, почему школа Испаниоли достойна вашего внимания. Оставайтесь до конца, чтобы узнать, как получить скидку на обучение или переехать в Испанию по студенческой визе бесплатно. Или, если вы уже находитесь здесь, получить скидку на обучение. Люк, привет! Ты, как и я, тоже была студенткой школы Испаниоли, а сейчас здесь работаешь, верно? Все верно, Карин, привет! Супер! Расскажи, кто студенты языковой школы Испаниоли? По национальности, по возрасту, кто здесь учится? Ну, в год мы принимаем около 4 тысяч студентов, и большинство, конечно, из них приезжают из разных стран Европы. Далее у нас есть небольшой сегмент из России, из Украины, из Америки и... Бразилия тоже Америка, да? Да, супер! Расскажи про программу обучения. Вы учитесь по книгам, это какие-то личные материалы, наработки преподавателей, немножко о программе? Ну, во-первых, школа аккредитована Институтом Сервантеса, соответственно, программа, которой мы следуем, ими аккредитована также. Хочу отметить, что качество преподавания в школе также аккредитовано ассоциацией ИАУК, если слышала про такое, это ассоциация языковых школ, языковых центров, которые преподают свой родной язык, как иностранный. И программа, на которой мы базируемся, называется Аула Интернациональ, вот такая книга, на всех уровнях, кроме С1. На С1 у нас другие материалы, и кроме книг преподаватели всегда готовят дополнительные материалы, это видеоматериалы, аудиоматериалы, в общем, все для того, чтобы студентов вывести на высокий уровень коммуникации на испанском языке. С нами сейчас находится Оля, студентка школы Испаньоли. Оль, расскажи, тяжело ли учиться испанскому с носителями языка? Вообще не тяжело, потому что каждый раз, когда ты коммуницируешь с ними, ты пытаешься влиться в их среду, и поскольку учителя очень доброкачественно относятся к тебе, и каждый учитель, он именно вот подходит под каждую волну студента, и каждый раз ты спокойнее себя ощущаешь. Да, на первых уроках ты не понимаешь, потому что ты пытаешься как-то, пытаешься понять, принять это все, но потом ты успокаиваешься и просто вливаешься именно вот в волну учителя. Комфортно себя чувствуешь на занятиях? Да, очень комфортно. Это люди, которые очень веселые, они постоянно какие-то шутки придумывают, постоянно ты даже можешь сидеть в половину урока и просто общаться, для того, чтобы ты больше изучал язык. Мы с тобой, как две студентки школы Испаньоли, знаем преимущества этой школы. Давай расскажем для наших зрителей, почему стоит выбрать школу Испаньоли. Ну, во-первых, Испаньоли это в общем и целом такой средиземноморский experience, да, здесь ты будешь говорить по-испански, будешь жить по-испански, чувствовать, да, пробовать еду за счет вот этих активностей. То есть это полный experience, который мы предлагаем. Жизнь в апартаментах, в резиденциях, в центре города, там недалеко от школы, обучаться в сердце Валенсии, в старинном особняке, ну, что может быть более испанским, это особняк испанской семьи. Учиться с настоящими испанцами, ну, этим никого не удивишь, конечно, но огромное дополнение, это активности, которые мы предлагаем после школы. То есть вот это испанский средиземноморский experience, во-первых. А во-вторых, качество обучения, которое мы предлагаем, это на высочайшем уровне. Это признано и ассоциацией ИАЛК, это контролируется также нашей общей организацией International House. International House — лидер в преподавании иностранных языков уже в течение последних 70 лет, и мы активно адаптируем их методики преподавания и постоянно тренируем наших преподавателей, чтобы выходить на новые уровни, принимать новые методики преподавания. И такой немаловажный плюс — это атмосфера, в которой ты будешь учиться, атмосфера истории, атмосфера, что ты не только учишь язык там и практикуешься во время активности, ты также узнаешь историю и жизнь Валенсии и Испании. Само здание школы — оно очень историческое. Помимо того, что это семейный особняк семьи Фернандес де Кордоба, он был построен вдоль стены арабского происхождения XI века. И везде на стенах мы немного описали эту историю, что происходило в Валенсии в XI веке, как улица оказалась внутри школы. И таким образом наши студенты помимо испанского учат еще немного историю и контекст Испании. Здорово. И так как много студентов учатся в школе Испаньоле, вот этот вайб и это новое общение, новые друзья — это то, что ты получаешь еще при обучении в школе Испаньоле. Поэтому, если вы хотите тоже, как и мы с Любой, учиться в языковой школе Испаньоле, пишите нам по контактам, которые указаны в описании, и мы с радостью подберем вам курс под ваши цели и даже предоставим скидку до 10%. Единственная трудность моя была — это то, что я не понимала сначала язык. То есть я влилась практически с нулевым знанием, и для меня это сначала было очень неожиданно. Но потом уже со временем по ситуации ты просто начинаешь понимать, даже ментально, жестами какими-то учитель тебе может что-то показать, и ты уже привыкаешь к этому. Тем самым каждый вот урок, он становится спокойнее и достаточно развито уже. Обычно говорят, что первые несколько недель как раз самые сложные, как раз когда ты полностью не знаешь испанский. Расскажи, как это проходило у тебя? Я приходила в школу, нам медленно, но говорили на испанском. Поскольку ты не знаешь половину слов, ты пытаешься взаимодействовать как-то с жестами учителя. То есть он объясняет руками и тут же словами. И ты запоминаешь, например, слова, которые соответствуют жестам. Это было, да, это было очень тяжело, но потом ты просто успокаиваешься, выдыхаешь, и вот каждое твое движение, каждое движение учителя, оно вот схоже. И каждое слово ты просто запоминаешь уже на ходу, на лету, можно сказать. Часто ли меняются преподаватели? Меняются преподаватели где-то раз, две, три недели, но это даже очень к лучшему, потому что каждый учитель по-своему объясняет, у каждого свой акцент, у каждого свой тембр голоса. И с каждым учителем ты привыкаешь. То есть, например, один говорил спокойнее, другой побыстрее. И ты пытаешься влиться в это и вливаешься в полностью среду испанцев. То есть ты теперь можешь спокойно на улице коммуницировать со всеми. И ты будешь импотировать каждому, потому что ты понимаешь уже тембр голоса. И в зависимости, потому что учитель это говорил. Что студент получает в первый день, когда он только приехал, не знает школу, первый раз в первый класс? Расскажи немножко про вот этот первый день. Ну, во-первых, все студенты приходят в этот день немножко пораньше, раньше обычного. Несмотря что уроки там начинаются после 9 часов, в этот день они приходят в 8.30. Для того, чтобы посетить презентацию по ориентации в школе, что и как будет происходить, чтобы это узнать. Такая презентация дается на двух языках, на английском и на испанском. То есть для новичков и для тех, кто уже знает испанский язык. К тому же те, кто уже знает испанский язык, проходят placement test. То есть они тестируют свой испанский язык в письменном и устном виде, чтобы потом присоединиться к группе, в которой они будут продолжать учиться, а не повторять то, что уже знают. И, собственно, всю вот эту процедуру они знают из своей личной папочки, которую каждый студент получает в первый день, когда приходят на ресепшене, в виде вот такой инструкции для студентов, также на двух языках, на испанском и на английском. Супер. Расскажи, пожалуйста, как раз про переход из группы в группу. Когда студент, например, закончил уровень А1, чтобы пройти и начать обучение на следующем уровне, нужно ли проходить какой-то тест или ты проходишь автоматически? Конечно, да, мы тестируем. У нас есть прогрессивные тесты каждые 4 недели для того, чтобы узнать, студент усвоил этот уровень или нет, чтобы пойти в следующую группу. Если студент не усвоил какой-то уровень, что, в общем-то, вполне нормально, не обязательно повторять целый курс опять еще 4 недели. У нас есть специальные группы de refuerzo, где студент повторяет только то, что нужно, то, что не свойно, чтобы подготовиться к следующему уровню. Я считаю, это очень важно, потому что если ты что-то на фундаменте не усвоил, тяжело пойти дальше, а здесь как раз закрываются все эти дыры, просто еще раз дополнительно объясняют, и ты уже идешь полностью с усвоенной программой. Про расписание опиши немножко. Ну, все курсы, которые мы предлагаем, очень интенсивные, то есть минимум это 4 часа в день, 4 урока в день. И для таких курсов у нас есть два типа расписания – утреннее и вечернее. А утреннее – это с 9 до часу примерно, и второе расписание – с 2 до 6. Оба расписания идеальны. Студенты, например, которые учатся долгое время, например, год или полгода, учатся 3-4 недели на одном расписании, потом меняются. То есть вся группа так переходит на основе недель, не каждый день. И хочется отметить, многие просто боятся, что вот вечернее расписание, что я буду делать вечером. Ну, ты живешь тоже в Валенсии, ты знаешь, что жизнь здесь начинается только после 8 вечера. Все выходят ужинать, все открывается, на улице шумят, ходят люди, и, в общем, ничего страшного такого в этом нет. Сейчас находимся вместе с Анной, преподавателем школы испаньоли. Я уточню, какая есть специализация у тех преподавателей, кто будут обучать вас испанскому. Я все captureна от всех статуса и учатся на английском. как язык, как язык, и мы очень хорошо подготовлены. Я прощу 7 лет, как я, учусь, язык, и я люблю это. Это неизвестная, что я не запрещу не искать, и я думаю, что очень интересная. Мы учим по-другому вместе, я учусь и учусь, они учусь... Это очень интересная международная международная и интеркультуральная. Расскажи, пожалуйста, курс подготовки к университету. Можно ли студентам, которые переезжают, выучить испанский и дальше поступать в университет? Да, конечно. Такой специальный курс у нас существует. Его можно адаптировать как под тех студентов, которые совсем еще испанский не учили, так и под студентов, которые чуть-чуть учили испанский, приезжают, например, с уровнем А2 или Б1. Курс рассчитан на то, чтобы студентов подготовить к вступительному экзамену ПСЭ, либо ЭВАУ, в зависимости от региона, куда они поступают, и включают в себя курс испанского языка до Б2, от своего уровня, с которым они приезжают до Б2, и потом академическую подготовку к предметам на испанском языке, финалом которого, финалом этого курса будут экзамены вступительные. Какой процент студентов, только честно, которые поступают в университеты после подготовки данного курса? Ну, 99% студентов, которые учились на этом курсе, поступили в университеты Испании. И, как мы обсуждали раньше, у школы Испаниули есть аккредитация Института Сервантес, что говорит о том, что студент, который решил учиться в Испании, может получить студенческую визу. Кстати, у нас есть наше пакетное предложение, по которому любой студент, если покупает курс годовой в выбранных нами школах, может получить студенческую визу бесплатно. Если тебя интересует, оставляй свои контакты, и я обязательно подберу для тебя план переезда в Испанию. Испанский принцип, он очень важен, особенно в Испании. И ты пытаешься как-то это все сконцентрировать, плюс у тебя еще логика развита, и плюс разные знания, поскольку ты, допустим, из другой страны, и ты знаешь, например, как делать что-то, что, например, не знают в Испании. Ты спокойно это можешь применить. А что касательно уже специалистов, которые хотят сделать амалогацию в Испании? Есть ли для них специальный курс подготовки к экзамену Дели? Да, такой курс есть. Ну, поскольку мы аккредитованная школа, институтом Сервантеса мы также проводим и официальные экзамены, как Дели, так и Сиэли. Собственно, у нас есть специальный курс, рассчитанный на проработку именно заданий с экзаменом, МОК-тест каждый день, с самими экзаменаторами. То есть тот преподаватель, который на этом курсе работает, это тот преподаватель, который принимает экзамен. Только не у вас, да, мы не можем ставить того же преподавателя. Но чисто психологически, ну, во-первых, ты готовишься к экзамену, во-вторых, чисто психологически, если ты сдаешь экзамен в том центре, в той школе, в которой ты готовился, тебе уже проще. Плюс, плюс-минус, ты всех преподавателей видел, и психологически тебе тоже, да, они знакомы, и ты, наверное, более расслаблен будешь на экзамене. Хочу поделиться своим опытом. Я сдавала два экзамена, Б2 в 2017 году и С1 в 2020 году. Я готовилась также с нашими преподавателями, и я успешно сдала оба экзамена. В школе Испанёли есть дополнительные курсы? То есть, если ты уже знаешь испанский на хорошем уровне, чтобы знать дополнительно или больше специализированный испанский под твоей цели? Ну, даже не обязательно испанский хорошо знать. То есть, можно с самого такого базового уровня уже включать какие-то курсы дополнительные по интересам. Например, у нас есть курсы по дополнительной грамматике. Если тебе недостаточно грамматики на общем курсе, и ты хочешь что-то больше проработать, можно взять один дополнительный урок в день, то есть пять в неделю дополнительных, и заниматься по пять часов в день грамматики. Либо испанского языка и культуры. На этом курсе, кстати, очень много разговаривают еще. Также есть дополнительные курсы по коррекции произношения. К тому же, с уровня B1 можно уже добавлять специализированные курсы по профессии. Например, у нас есть испанский для бизнеса. То есть, это уже такой письменный, формальный испанский, ведение переговоров и так далее. Плюс испанский для медиков, либо вот будущих занятых в этой сфере, те, кто в основном на медицинский факультет поступает. Вот такие курсы тоже есть. Очень интересно, что есть именно вот эта направленность. Много есть. В Валентию сейчас начали приезжать крупные бизнесмены, например, с Украины. Я уверена, что им такой курс испанский для бизнеса как раз подойдет для того, чтобы вести переговоры и находить новых партнеров в Испании. Ну, вообще, конечно, только уроки, этого недостаточно. Тот испанский, который мы нарабатываем на уроках, обязательно активировать. Активировать в реальной жизни. Так, например, сходить на урок йоги или фитнеса, или бачаты, например, с преподавателем, который говорит по-испански, с испанцем. Это, конечно, самая лучшая практика, которую мы можем предложить студентам. И мы ее предлагаем. Большинство наших активностей, которые проходят с понедельника по субботу, каждый день после шести вечера, ну, как минимум, три или четыре из них включены в стоимость курса каждую неделю. Помимо этого, есть активности, которые оплачиваются. Они также дополняют опыт изучения испанского языка. И это может быть выездная экскурсия за пределы Валенсии. Это может быть мастер-класс по приготовлению паэльи, самого испанского блюда. И все это проходит у нас здесь, в школе, либо на этой террасе, либо на другой террасе там внизу, где у нас есть барбекю и целая кухня для того, чтобы научиться готовить испанские блюда. Лично я считаю, что изучение испанского сильно повышает качество жизни в Испании, помогает, чтобы чувствовать себя комфортно и наслаждаться жизнью в солнечном испанском королевстве. Вместе с вами мы сделаем весь процесс переезда максимально комфортным и интересным. Готовы к следующему шагу на пути к вашей цели? Я Карина Вальчук, ведущий специалист агентства по делам иностранцев в Испании How to Spain. Пиши по контактам, которые ты видишь на экране, и я помогу тебе составить личный план переезда и подобрать языковой курс по твоей цели. И давайте оставаться на связи. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, на наши социальные сети. Каждый день мы делимся интересной информацией о жизни в Испании. Каждый день мы делимся интересной информацией о жизни в Испании.